Я попытаюсь построить свое выступление на анализе предыдущих докладов и хочу свои соображения по этому поводу высказать. Экономика является основным драйвером интеграции, несомненно, но экономика – многоплановое понятие и интеграция – многоплановое понятие. Если мы посмотрим в историю, каким образом формировались интеграционные объединения стран в прошлые века, мы увидим, что в основном те объединения, которые дожили до сегодняшнего дня, были основаны в первую очередь на экономической целесообразности таких объединений. Затем, когда такая целесообразность была выявлена, бизнесмены начали работать, начали получать доход, люди стали жить лучше, появились новые рабочие места. Соответственно, на это накладывалась уже идеология, накладывалось глубинное понимание необходимости более такой серьезной интеграции. Так это произошло в Европейском Союзе. Им потребовалось почти 70 лет после окончания Второй мировой войны для того, чтобы выйти на тот формат, в котором они сейчас живут. Хотя изначально это было объединение угля и стали, евратом. Это чисто экономические объединения нескольких стран. И уже затем, после Лиссабонского договора, можно сказать, в 2004 году эти страны стали представлять себя единое объединение, которое объединено по всем фронтам. Поэтому критика того, что на сегодняшний день у нас есть только экономика в Евразийском экономическом союзе, а нет идеологии общей, она, конечно, состоятельна. Но, коллеги, давайте двигаться поступательно к общему пространству, наполненному глубинными смыслами. Я считаю, что за тот год, который прошел с момента присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, проделана огромная работа. Вот говорили о том, что нет информационного освещения на сегодняшний день в должном формате. Я могу с этим согласиться, но лишь отчасти не вовлечено то количество людей и акторов, которые должны бы были вовлечены быть в информационное обесвещение. Но, тем не менее, только в Армении прошло минимум пять крупных масштабных форумов, посвященных Евразийскому экономическому союзу за последний год. И в этих форумах приняло участие более, по моим оценкам, трех тысяч молодых людей, которые обсуждали, дискутировали, зачем это нужно, искали смысла. Один из этих форумов провел Росмолодежь в начале года, фонд Горчакова провел школу публичной дипломатии, школа молодой дипломатии запланирована, вот этот форум и так далее. То есть работа, она на самом деле идет, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Что касается печатных органов, существует такой журнал, который называется «Новая Евразия». Этот журнал, кстати, был презентован в рамках Российско-Армянского и Славянского университета на этой сцене. В этом журнале печатаются молодые люди, которым не безинтересна тематика евразийской интеграции. Я вас всех призываю, во-первых, прочитать этот журнал, он есть в библиотеке Российского центра науки и культуры, в библиотеке Славянского университета. И, во-вторых, особенно магистрантам, аспирантам активно участвовать, писать статьи. Из Армении более 15 статей на эту тему было в журнале опубликовано. Что касается СМИ, да, здесь есть определенная проблема, потому что есть люди, которые не разделяют наш оптимизм по поводу Евразийского экономического союза. Они получают деньги в другом месте. Конечно, они пишут статьи, так скажем, неласковые, но с этим можно работать. Мы знаем об этой проблеме. Интеграция зачем, в принципе, нужна? Интеграция нужна для того, чтобы найти новые точки роста, для того, чтобы повысить товарооборот, расширить взаимные инвестиции. Это все замечательно. Но за любую интеграцию необходимо платить. И вот мне кажется, в этом есть определенная проблема, вот именно смысловая. Мы видим, что колониальная политика, например, в Европе, в странах Старого Света привела к тому, что довольно сильное смешение населения происходит. Сейчас мы видим проблемы миграции, когда люди стоят, так скажем, на таможне одной страны и хотят перейти границу. А страны, которые входят в Европейский Союз, закрывают эти границы, таким образом подрывая устои, столпы, так скажем, основополагающие создание ЕС. Это говорит о том, что необходимо находить новые форматы с точки зрения толерантности, как это было в Советском Союзе. Там было много чего хорошего, несмотря на многое плохое. Толерантность – это цена интеграции. Также я хотел бы сказать, что, естественно, уменьшается суверенитет каждой страны, которая участвует в интеграционном объединении. Что немаловажно, в Евразийском экономическом союзе страны участвуют на паритетной основе, вне зависимости от их размера, количества населения и так далее. Но, тем не менее, во имя благой цели общего будущего, эти страны должны пожертвовать определенного рода своим суверенитетом. Это выражается в том числе с экономической точки зрения, что необходимо принимать единое таможенное правило, налоговое правило. Часто цены на ряд товаров объективно возрастают. Например, в Армении увеличивается цена на бензин, на табак, еще на что-то. Но это происходит абсолютно во всех странах Евразийского экономического союза, потому что выравниваются вот эти дисбалансы, которые раньше были, и в целом экономики будут расти. Что касается нынешнего форума. Форум, он молодежный, называется первый молодежный экономический форум. И молодежь, конечно же, это особый социальный слой, который отличается от однородного общества. Рядом параметров, такие параметры, как мобильность, склонность к риску, креативность, коммуникативность, выгодно отличают молодежь от остальной массы населения. И, конечно же, я согласен абсолютно с предыдущими докладчиками о том, что вы являетесь вот этими самыми драйверами будущей интеграции. Вы ответственны за то, чтобы вот эти смыслы найти. И задача органов федеральной исполнительной власти, Росмолодежи, Россотрудничества в том заключается, чтобы помочь определить эти смыслы и поддерживать затем те инициативы, которые будут поступать из молодежной среды. Вот в этой связи хотел бы рассказать о двух программах, очень важных, которые разъясняют как раз в том числе ценности Евразийского экономического союза, ценности интеграции. Это программа «Новое поколение», которую реализует Россотрудничество Федеральное агентство. В рамках этой программы ежегодно более тысячи человек приезжают в Российскую Федерацию со всего мира, в первую очередь из стран СНГ и стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Они встречаются с нашими руководителями страны, с чиновниками, губернаторами, посещают различные тематические мероприятия в регионах, находят новых друзей и потом возвращаются в свои страны. И вот в Армении таких выпускников этой программы «Новое поколение» уже более 40 человек. Каждый руководитель организации молодежной, которая проходит предварительный отбор, эти люди затем вместе со своими коллегами выходят с инициативой о реализации различного рода гуманитарных проектов. И вот за этот год пять таких проектов было реализовано в Армении. Это и культурные проекты, и научные конференции, и форумы. И я хотел бы призвать всех участников сегодняшнего заседания принимать участие в этой программе. Да, конкурсный отбор сложный, порядка трех-четырех человек на место обычно существует конкуренция, но вполне реально его пройти и поехать посмотреть, познакомиться со своими друзьями, коллегами из других стран, для того, чтобы вместе строить будущее. Еще одна программа важная, которая в области образования лежит, это выделение Российской Федерации квоты на обучение в вузах Российской Федерации студентов из-за рубежа, и в частности на Армению эта квота составляет 225 человек ежегодно. Специальности самые разные, это математика, это физика, это международные отношения и история. Также высокий конкурс, более тысячи человек принимают участие ежегодно в этой программе, уровни подготовки этой бакалавриаты, магистратуры и аспирантура. Поэтому также призываю всех тех, кто хотел бы продолжить свое образование в России, чтобы затем вернуться и строить совместно общий мир, участвовать в этой программе. Коллеги, я надеюсь, что сегодняшний форум, особенно после пленарного заседания «Круглые столы», которые состоятся, они позволят найти как раз те самые новые точки роста, о которых мы сегодня говорили, для того, чтобы ваши идеи были затем воплощены в конкретных решениях органов исполнительной власти и, надеюсь, что и в законах в дальнейшем, которые сделают нас еще ближе друг к другу. Спасибо. Спасибо большое.